Его поставили на радость людям. На метеор, который стоит в парке Прибрежном, в качестве достопримечательности можно посмотреть со всех сторон и подойти поближе. Но кажется, этого кому-то стало мало. Два разбитых стекла в капитанской рубке стали итогом чего-то любопытства попасть внутрь теплохода или желания навредить. Директор парка Юрий Мухин склоняется ко второму варианту. Год как метеор 216 живет на новом месте. Скоростное пассажирское судно всегда привлекало внимание посетителей, в особенности детей. Стало центром притяжения для местных паркурщиков. Лазили в сумерках, но ничего не трогали. Для того, чтобы меньше лазили, мы уже оградили его, чтобы это была травма не опасна, скажем так. Но тем не менее, да, и вечером, скажем так, в алкогольном опьянении взрослые залазили, скажем так, ну никакого вреда особого не причиняли. Стоило установить у метеора строительную лестницу, как появился первый неприятный случай. Кто-то воспринял сооружение как зеленый свет к хулиганству, но опоры поставили совершенно не для вандалов. Метеор 216 начали реконструировать. Салон теплохода на подводных крыльях готовят под музей речного флота, кинотеатр и детское кафе. В средней палубе уже заменили полы. С другой стороны судно построит причал. Сейчас готовится проектно-сметная документация на реставрацию. Кстати, расходов теперь добавятся и траты на выбитые стекла. Полиция взяла это на контроль. Сейчас проводятся, наверное, следственные мероприятия какие-то. И далее уже будет, скажем так, принято решение. Конечно же, это просто даже неприятно. И понимаем, что если мы поймаем молодежь, да, то, скажем так, рассчитываться и расплачиваться придется родителям. К делу привлекают и видео с камер наблюдений. Несмотря на то, что парк охраняется, испортить имущество все же удалось. Как говорится, кто хочет, тот всегда найдет. Что уж говорить о местах без секьюрити. Достается из статуи казахской девушки в парке Дружбы народов. Долгое время до реконструкции парка здесь статуи и так находились в заброшенном состоянии. У девушки был сломан нос, его реанимировали. Но потом кто-то из местных решил, что девушка должна плакать. И ей нарисовали слезы черной краской. И сейчас видно, что место замазали, но девушка продолжает плакать только уже белыми слезами. Несколько лет подряд в Ульяновске у хулиганов была еще одна потеха. Портить целостность памятника великому русскому художнику. Памятник Аркадию Пластову в Ульяновске заслуживает отдельной головы в детективном романе. Кистью художника воруют давно и с завидной регулярностью. Только пропадет, поставит новую. Но, видимо, инструменты для рисования закончились или лопнуло терпение. Художник без кисти стоит последние два года. Грустит, как и воришки. Красть больше нечего. Пожалуй, больше всего от рук вандалов страдают детские площадки и городские клумбы. Как поясняют в Ульяновском центре по благоустройству озеленению. В год специалисты высаживают до одного миллиона цветов. Из них порядка двухсот представителей флоры стабильно вырывают. Выдергивают с корнем различные сорта цветов. Эпитунии, бархатцы, сальвия. Приходим утром, после посадки пятна, лысины. Заметно, что наш труд уничтожен. Больше всех выдранных клумб в Завожском и Засвияжском районах часто страдают цветы на Новом Винце и цветник возле драмтеатра. Но обиднее всего, как поясняет Ольга, за тюльпаны. Эти цветы пользуются самой большой популярностью среди цветочных вандалов весной. Луковицы выкапывают сразу после посадки. А посадить новые нельзя. Итог – цветник полностью испорчен. Тюльпаны еще воруют во время цветения. Нами часто даже один случай был. Мы видели, как молодой человек романтично дарил букет своей девушке с клумбы на улице Камышинской. Бывало, ловили с поличным. Чаще всего хулиганят дамы в солидном возрасте. Над разработкой проекта цветочного оформления ландшафтные дизайнеры центра трудятся всю зиму. Помимо растений, специалисты центра также стараются исправить последствия вандализма на детских площадках. Я просто хочу попросить жителей города бережнее относиться к растениям и уважать чужой труд. Тем временем в управлении по развитию исторической части Ульяновском нам дали понять – вандализм в городе в целом не имеет вселенских масштабов. Скорее, это исключение, чем правило. Но как борются с теми случаями, что встречаются? И кто ответственен, так и не пояснили. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.